Добрый день, уважаемые участники конференции. В первую очередь я бы хотел выразить большую благодарность организаторам. Спасибо своему научному руководителю за то, что я здесь и выступаю. И с вашего позволения начну. А начать я хотел с немаршого отступления. В дальнейшем будет понятно, зачем я его сделал. В 2013 году я провел неформальный опрос, участником которого были мои друзья, знакомые, учащиеся на различных специальностях, в различных вузах нашей страны и за рубежом. Единственный вопрос, который я всем задавал, заключался в том, зачем они поступили в университет на ту специальность, на которую они учились на тот момент. И, как вы думаете, ответ какой был? К сожалению, он был ожидаем. 45% примерно я отрубляю, ответили так, как я думал. Вот мы не выбирали, просто у меня родители были докторами. Или кто-то грант получил на специальность. 45% еще плачевнее. То есть они ответили, я поступил на эту специальность, чтобы зарабатывать много денег. И 10% там другие ответы были. И, естественно, я задался вопросом, почему так? Почему в соответствии даже со словами президента никто не поступал на свои специальности, чтобы развивать экономику нашей страны, чтобы улучшать благосостояние нашей Родины и так далее. Я начал задумываться над этим вопросом. И приблизительным ответом для меня стала, так сказать, теория, которую предлагают сторонники концепции общественной безопасности. Я не буду о ней распространять сейчас долго. Кому интересно будет, можете в интернете посмотреть. И она заключается в том, вот вы видите первый слайд, на котором я хочу описать. Они считают, что существует два способа смотреть на этот мир. То есть два, так сказать, две методологии мировоззрения. И, может, следующий слайд. Первая методология называется калейдоскопическая. Все помним, в детстве, наверное, у всех была такая игрушка калейдоскоп. Когда ты досмотришь, и там в одну сторону повернешь одни картинки, в другую сторону повернешь другие картинки. И что оттуда получается, непонятно. То есть при этом взгляде, если взять именно научную отрасль, которая является одной из основных в общественном развитии, получается так, непонятно. То есть физика идет отдельно, химия идет отдельно. Вот человек с калейдоскопическим восприятием мира, он не видит связь между различными отраслями науки. И представляет, ну, это образ, да, примерно вот так представляет мир. И, как вы думаете, а другой, который они предлагают взгляд на этот мир, это они называют мозаичностью. Мы тоже все знаем, что такое мозаика. Человек, видя мозаику, видит общую картину, но при этом понимает, что она состоит из различных частей, но при этом целостность в его глазах сохраняется. Можно следующий слайд. И на нем вы видите, как видит развитие наук, развитие различных отраслей человек с мозаичным представлением мира. То есть он стремится к благополучию. А у нас как получается? Химик стремится к каким-то химическим отдельным, к каким-то открытиям. Я сам юрист, вот я знаю, юристы стремятся к тому, чтобы юрис-круденцию получил узнать или еще что-то. Мы все должны стремиться к одной цели. Для цели, которая, по моему мнению, вообще человек существует на этой земле, это процветание. Но сегодня я буду говорить отдельно именно об экономике. Я сам научусь на международном правиле, но экономика интересуюсь давно. Вот в отдельном экономике, в контексте того опроса, который я провел, если посмотреть вот именно через призму мозаичного восприятия мира, встает вопрос, почему так, почему мы живем. Ну вот когда я начал изучать экономику, я открыл книги, которые есть на данный момент, которые предлагаются, и ничего не понял. Вообще, мне кажется, даже на изучение глоссария можно потратить года два. И при этом людям на данный момент ставят вину то, что экономическую безграмотность и так далее. Экономическое учение в том виде, которое оно сейчас предлагается, грамотно в нем можно быть только проучивших, наверное, лет, ну как минимум 4 года в университете. Проблема какая сейчас? Все стремятся к экономическому благополучию. Страны поделены на развитые и развивающиеся, все дают друг другу кредиты и так далее. Проблемы в экономике, я думаю, мы видим все, даже люди, которые мы, которые особо не разбираемся. И, естественно, я начал искать корень, в чем я не нашел, конечно, но нашел человека, который, как по моему мнению, очень близко к этому подошел, в 4 веке до нашей эры. Я зачитаю его слова. Так как хриматистика расположена рядом с экономикой, люди принимают ее за саму экономику, но она не экономика, потому что хриматистика не следует природе, а направлена на эксплуатирование. На нее работает расставчичество, которое по понятным причинам ненавидится, так как оно терпает свою прибыль и самих денег, а не из вещей, к распространению которых были введены эти самые деньги. Деньги должны были обеспечить торговлю, но расставчический процент увеличивает сами деньги. Поэтому этот вид обогащения самая извращенная. С этой стороны я полностью согласен теперь уже с Аристотелем. Я считаю, что проблема, из-за которой мировое сообщество не выйдет из кризиса в рамках той экономической парадигмы, которая насущность будет, заключается именно в судном проценте, который Аристотелем называет расставчичным. Это просто, чтобы понимать, о чем я говорю. Тоже много ввиду регламента распространяться не буду. Встает вопрос, неужели никто не пытался предложить какую-то идею, которая выходила бы за рамки этой парадигмы, которая бы, как сейчас говорят, привела бы к решению этого самого экономического кризиса. Такие люди были, хотя они малоизвестны. Несколько примеров приведу. Фридрих Лист в свое время предлагал теорию авторки больших пространств. Кейнс, если здесь есть экономики, наверное, все знают, кто такой Кейнс. Он в 1930-х годах предлагал обеспечить мировые валюты, то есть основными биржевыми товарами. И Ирвин Фишер, американский экономист, предлагал идею компенсированного доллара. Идеи интересны, экономистам и советам познакомиться. Но сегодня я буду говорить о идее человека, о котором Кейнс, который сейчас считается патриархом, то экономическое парадигм, которое существует, сказал, а его зовут Сильвия Гизель, это немецкий предприниматель, он не был профессиональным экономистом. Так вот, Кейнс про него сказал, что... Можно следующий слайд? А вот это Сильвия Гизель. Следующий. Кейнс был убежден, что будущее научится... У Гизеля намного больше, чем у Маркса. Почему мы не знаем сейчас о таком человеке, как Гизель, в то время, как Кейнс предрекал ему такое будущее? Остается большим вопросом. Из чего... Почему Кейнс сравнивает Гизеля именно с Марксом? Потому что оба этих мыслителя, у них есть одна общая вещь, они понимали, даже на тот момент, в котором они жили, они понимали, что в экономике, которая предлагается, есть какая-то проблема, что ее нужно решать. А разница же заключается в том, что Маркс предлагал, точнее, Маркс видел зло в той экономической системе в надбавочной стоимости. И путем восстановления справедливости он видел в том, чтобы отобрать эту надбавочную стоимость у одного класса в пользу другого. Гизель уже видел это зло в судном проценте, ну, то есть именно в этой кредитной природе денег. И решение его было очень простое, то есть лишить деньги это кредитный природ. Метафизическая разница в том, что в то время, как Маркс предлагает в виде путя решения проблемы насилия над людьми, ну, то есть класса тоже предполагает определенное количество людей, Гизель предлагает насилие над абстракцией, которую люди сами придумают, и которые, в принципе, не существуют. Как он пришел к этим гроботам, он руководствовался тем, что он понимал на тот момент уже, что деньги превратились в некий отдельный идеальный товар, который самодостаточный и уже оказывается выполнять те функции, которые ему предрекались во время его создания, то есть помогать обмену других товаров. Ну, если проще говорить, допустим, есть крестьянин, и у него есть ведро ябл, от которого он вырастил. И он должен всегда думать о том, чтобы яблки не пропали, чтобы вовремя их продать, потому что может цена упасть на них и так далее, и так далее. И возьмем человека, у которого ведро денег. Ему не нужно об этом переживать, потому что деньги не портятся. Плюс ко всему он может этот человек просто взять и положить в банк, и ничего не делая, получать доход в определенном количестве ежегодно, ежемесячно, в зависимости от депозита. И самое интересное, то, что я сейчас, говоря это, привожу в качестве примера реальному товару, то есть яблоко это реальная вещь, которую люди едят, это реальное благо, которое нам нужно в развитии, и сравнивать с ним деньги, которые как отдельный товар изначально вообще не должны были преподноситься. и теперь тоже, то есть идея Гегеля заключала в том, что деньги так же, как и остальные товары, должно точно так же портиться. Следующий слайд, вот как сам Гегель описывал свою идею, только деньги, которые устаревают, подобно газетам, гниют, как картофель, ржавеют, как железо, и уметучиваются, как эфир, способны стать достойным инструментом для обмена картофеля, газет, железа и эфира, поскольку только такие деньги покупатели и продавцы не станут предпочитать самому товару. И тогда мы станем расставаться с товарами ради денег лишь потому, что деньги нам нужны в качестве средства обмена, а не потому, что мы ожидаем преимущества обладания самими деньгами. Ну, это то, как в теории все представлялось, и это ничего бы не стоило, если бы это не смогло реализоваться в практике. Коротко, для понимания практического применения приведу пример. В дальнейшем, вот, как только Гизель выпустил, вообще, опубликовал свою теорию, которая называется «Свободные деньги», американский экономист Ирмит Фишер конкретизировал и конкретизировал эту идею в своей работе марочный сертификат. Марочный сертификат это был один из инструментов, который Гизель предлагал в качестве замены деньгам. Следующий слайд можно? А, нет, не надо. Перепутал тут, извините. Как в Штатах это реализовывалось, точнее, как Фишер это видел, описал в своей книге марочный сертификат, чтобы мы поняли, что такое вот эти марочные сертификаты. Допустим, возьмем какой-нибудь город, который решил эмиссировать собственную эмиссировать собственную валюту. По договоренности эквивалент тысячи долларов. То есть, вот, напечатали бумажки, которые равны, в принципе, тысячи долларов, и как это уже дальше решило, и как потом подвергнулось на практике, для реализации этой идеи достаточно было договориться с двумя сторонами. Это ССА. Эмиссию они производят для муниципального строительства, чтобы построить какое-то знание. Эмиссируют тысячу долларов. Договариваются всего с двумя сторонами. Это рабочие, которые будут строить это здание, и торговцы, у которых эти рабочие будут покупать товары. Вообще, марочный сертификат с одной стороны выглядел точно так же, как обычные деньги, то есть, на нем писалось имя имитента, писался номинал, и писался срок в пределах которого нужно было эти марочные сертификаты обвинять на деньги. С другой же стороны было 52 ячейки, которые с момента эмиссии обладатель должен был каждую неделю клеить ячейки, которые продавались у муниципальных властей за 2 цента. То есть, например, зарплата выплачивалась еженедельно, человек получил рабочую зарплату в виде этих марочных сертификатов, и чтобы не потратить, вот он в среду получил, если он до следующей среды не потратит этот марочный сертификат, то ему придется пойти в муниципальный комитет и купить за 2 цента эту марку. Соответственно, он стремился как можно быстрее избавиться от этого марочного сертификата. Это в штатах во времена Великой депрессии, когда людям буквально есть нечего было, не говоря уже о выросшем уровне безработицы. Это система, которая на тот момент была применена повсеместно практически на территории почти всех Соединенных Штатов, увеличила товарооборот в 12 раз. Что позволяет говорить об уникальной эффективности этого инструмента, вычисляя простой экономической формулы, это объем помноженного на скорость обращения. Следующий пример, который я хочу привести, примеров вообще было много, я остановлюсь на трех. Второй это следующий слайд, второй это эксперимент в австрийском городе Бергли, который был произведен в 1932 году. Здесь, в отличие от того примера, который я только что привел, марки надо было клеить не раз в неделю, а раз в месяц. Стоит отметить, что, ну, во-первых, эмиссировалось 32 тысячи марок, которые соответствовали 32 тысячам шиллингов, и город этот самый Вергель, на тот момент в течение пяти лет до эксперимента задолженность этого города выросла с 21 тысячи шиллингов до 118 тысячи шиллингов. То есть, с каждым годом задолженность росла, увеличивалась, и на тот момент, примерно так же, как и сейчас, экономисты, которые работали над решением проблемы, даже не думали о том, чтобы выплачивать этот долг. Все их труды стремились к тому, чтобы просто уменьшить темпы роста увеличения этого долга. вводится система свободных денег Гегеля, и вот результаты за первые полгода. В первую очередь, в первый же месяц введения этой системы было погашено 4542 шиллинга, произведено общественных работ на 100 тысяч шиллингов, заасфортировано 7 улиц, глушено 12 дорог, расширена канализация на 2 квартала, создан новый парк, построен мост, создано 50 новых рабочих мест. В тот момент, когда общий уровень роста безработиц по всей Европе составлял 25%, в городе, в котором производился эксперимент, было в течение полугода насоздано 50 новых рабочих мест. Спустя полгода, первая война 1933 года, было начато строительство горнолыжного курорта и водохранилища для пожарной службы. Но в этот момент, увидев результаты эксперимента, 300 сообществ по всей Астрии хотели перенять опыт и собрались на конференцию для того, чтобы вербельские экономисты поделились этим опытом. Это заметил Центробанк Австрии и, увидев в этом угрозу своей монополиси, вернул проект полностью. Ну, можно сказать, что это было в Австрии, в Европе, далеко. Будет ли такая вещь работать, тем более, это были начало 20 века и вопрос сейчас заключается в том, что будет такая вещь работать у нас, в Казахстане, сейчас, сегодня. На этот вопрос пока сложно ответить, но в качестве примера можно провести эксперимент, проведенный в 2010 году в России в селе Шаймуратова. Следующий слайд. Следующий. Село Шаймуратова, созданное в 2006 году на базе СПК Шаймуратова, в окроте, расположено в Кармас-Калинском районе Республики Башкортостан Российской Федерации, в 40 километрах от города Уфу, осуществляет деятельность на территории семьи деревенек, видите название. Количество работников варьирует от 150 до 200 человек в виду сезонности. И виды деятельности это животноводство, растеневодство, оказанность в сельхозыстях, техника и торговля. Ну, то есть, обычное среднее сельское хозяйство. На тот момент до введения эксперимента я, к сожалению, забыл включить фотографию человека, который реализовал этот эксперимент Шаймуратова. Его зовут Рустам Давлибаев, это российский экономист. Он был другом директора этого предприятия, и предприятие на тот момент шло к банкротству. То есть, ставился вопрос о том, чтобы резать год для того, чтобы оплатить работу, выплатить зарплату рабочим. Ну, для сельского хозяйства резать год это все равно, что для староля, столяра, ломать, что-то. Сами понимаете, следом за этим последовал бы банкротство. Рустам Давлибаев в этот момент реализовал идею Егеля в этом селе. Она немножко отличалась. Можно следующий сказать? Вот так выглядят товарные талоны. То есть, здесь уже они использовали не марочные сертификаты, а именно товарные талоны. Но стоит отметить разницу между товарными талонами, которые они использовали, и товарные талоны, с которыми может появиться ассоциация, которые были использованы в СССР или во времена распада. Те товарные талоны, они выдавались на какие-то отдельные товары. На эти же товарные талоны можно было поменять на продукты, на любые продукты, которые имелись в ассортименте магазинов, задействованных в эксперименте. Следующий слайд. На этом графике можно увидеть динамику потребления товара оборота в товарных талонах. То есть сдалека может плохо видно, но медленно, но верно, она росла. Так, ну это еще. Ну еще можно минуты 3. Нет, это точно. Сколько? Минуты 3, я делаю эту презентацию отчасти для того, чтобы показать этот инструмент выхода из кризиса, а отчасти для того, чтобы каждый раз задумался о том, чтобы искать, ставить за жизненную цель именно те благие намерения, которые часто и с великим упорством повторяет наш глава правительства Нурсан Абишевич. Не просто, чтобы это звучало в словах, а чтобы это было в основе целеполагания каждого из нас. Я полагаю, что такое отношение и только такое отношение в действительности приведет к процветанию. Спасибо. Спасибо.